Привет, друзья, с вами я, Тринан. Сегодня будет видео про несколько пунктов, которые входят в анкету всех пунктов, на которые проект должен сопоставлять хорошие ответы, чтобы я там инвестировал. У меня есть видео долгое про каждую из этих пунктов. Там я очень коротко говорю про маркетинг. Это видео будет конкретно про пункт маркетинга, потому что из-за одной рекламы в Твиттере я могу пойти просто купить акции компании этого продукта. И обратно. Из одной же рекламы я могу просто решить пойти и продать акции этой компании. В этом видео я возьму три примера. Первое – это компания, у которой один продукт, и она хочет взять глобальный рынок. Тут все идут на те же шаги. Массовая реклама очень простая. Ничего не добавляем. Чтобы давало бы повод думать касательно этого проекта. Нам не нужно никогда, чтобы кто-то о чем думал. Нам нужна просто узнаваемость бренда. Узнаваемость одной функции конкретного продукта, который мы продвигаем. На этой стадии у тебя есть много возможностей, как решить это сделать. Это сделать с помощью кепок, наклейок на гаражах, на тапочках, на майках. Везде. Лучший представитель этого варианта – это Кока-Кола. Когда мы видели, неважно где ты находишься, в Африке, в Армении или на любой точке мира, ты везде выйдешь на клику Кока-Кола. Что такое Кока-Кола? Напиток. Одно слово. Холодный напиток на жаркое лето. Это не только вкусно, а еще плюс – это круто. Ну, вот эта крутизна добавлялась со временем. Очень красивые девочки, красивые парни, молодые. Они пьют Кока-Колу. Открытие. Все это составляет часть крутизны, скажем так. Время провождения с крутыми ребятами. Они пьют Кока-Колу. Но до этого составляющего, первый шаг – это просто массивная реклама. Холодный напиток – Кока-Кола. Все. Второй вариант – продвижение продукта. Это когда продукт… Нужно несколько слов, чтобы объяснить, что такое это. Что делает этот конкретный продукт. И если у тебя уже есть малое количество фора, скажем так, в разных странах. Малое количество людей пользуются твоим продуктом. В таком случае лучший вариант – это создавать концепты, что все, кто пользуется нашим продуктом, сделайте короткое видео. Почему вы пользуетесь нашим продуктом. И поставляйте в интернет. Что происходит? Цель очень хорошая. Во-первых, у вас основная часть, кто увидит твой видеоролик – это те же люди, которые живут рядом с тобой, в твоем городе, в твоей стране. И, скажем, 10, 20, 100 видео будет. Это уже дает отличную узнаваемость. Эти видеоролики уже объясняют, что делает твой продукт. И самое главное – те, которые набирают больше всего лайков, комментариев и больше всех понравилось это людям. Вот эти видеоролики и становятся частью основной рекламной кампании для конкретного географического местоположения в будущем. На это компания тратит очень малое количество средств, потому что в итоге можно просто вознаградить продуктом. Я очень люблю, когда компании решаются пойти на такие решения. Потому что всегда это себя оправдывало. Итак, третье, о чем я хочу говорить – это конкретные решения для продуктов, которые ничем не отличаются от других. Скажем, 10, 100 таких же продуктов есть, то какие решения иногда меняют все будущее одного продукта. И тут лучший пример – это компания Чупа-Чупс. Вначале была маленькая компания, и там, кажется, было одно слово – Чупа, без Чупс. Шаг, который изменил все будущее этой компании – это то, что если конфеты продавались все вместе в разделе «Конфеты», то Чупа-Чупс решили поставить их конфету рядом с кассой. И единственное, что нужно было делать – это чтобы продавец вместо сдачи малых сумм спрашивал «Может вам Чупа-Чупс?». Один ход изменил всю будущее этой компании – все конфеты там, а Чупа-Чупс рядом с кассой. И это самый яркий пример, показывающий, что неважно, сколько конкурентов у тебя есть. Одно правильное решение – можно просто снести всех их всех. Даже тут не надо быть лучше самой вкусной конфеткой. Абсолютно не надо. Вернемся к Кока-Коле. Иногда компании идут на такие шаги, которые большинство акционеров этих компаний вначале не поддерживают никоим образом. Вот эта история с Кока-Колой – единичная история, но очень сильно имеет образовательный контекст. Поэтому я решил поставить это в этом видео. Так вот, когда маркетинг-групп для Кока-Колы представили их ведение рекламы Кока-Колы холодного напитка зимой, Санта-Клаус в теплой одежде на машине идет и, попивая Кока-Колу, снег идет, он в теплой одежде в машине сидит. Понятно, что многим акционерам это после такой презентации они думали, о господи, они угробят компанию. Мы всегда рекламировали холодный напиток на жаре. Но чего добились маркетинговый групп Кока-Колы? В итоге борт директоров одобрил вот это решение рекламного направления. Рекламировать Кока-Колу как часть магии Рождества. Потому что если Рождество уже все не изменится никак, дети ждут, маму, папу ждут, все во всем мире ждут Рождества. И уж есть что-то там магическое. Тут на столе, неважно что есть, должно быть и Кока-Кола. Оно будет составлять часть рождественного стола. Оно будет составлять часть Санты, которая принесет подарки. Торопится на грузовики, приносит подарки. Санта чувствует себя хорошо, побывая Кока-Колу. Атмосфера вокруг стола. Все чувствуют себя тепло в семье, побывая холодный напиток, холодную зиму во время Рождества. Сделалось так, чтобы твой продукт стал частью магии, уже существующей магии. Это одна из самых трудных вещей. Но у Кока-Колы это получилось сделать. Чтобы понять отрыв от реальности, представьте, вы продаете жирные гамбургеры. И ваши жирные гамбургеры рекламируют модели. Не знаю, отрыв от реальности. Вот такая холодный напиток, лучше всего со льдом, побывает в холодном грузовике Сант. Отрыв от реальности реально большой. Я просто представляю несколько лиц в совете директоров Кока-Колы, когда вот это представляли им. Но тут вопрос был таким. Если у нас получится это сделать, Кока-Кола будет частью магии. Это на десятилетия вперед увеличивает продажи на холодные сезоны. Плюс это видят дети. Они же ждут подарки. Вот смотрят рекламу. Санта идет. Санта к ним не домой идет. Тот Санта точно. Но то, что в своем уме ребенок сопоставляет, этот Санта чувствует себя хорошо, попавая Кока-Колу и приносит мне мои подарки. Все. Это на мертво. На десятилетия вперед этот ребенок будет поставлять Кока-Колу на свой стол. Сначала родители, потом для ребенка. Ребенок все равно скажет, мам, Кока-Колу нету на столе. Как же, Санта пьет. Я тоже хочу. А когда он вырастет, он уже будет поставлять это на стол. То есть такие альтернативные решения, которые на первый взгляд могут просто взорвать твой мозг. Почему компания решается делать такой подход к рекламе. Будьте внимательны к любым альтернативным таким, отрывающим от реальности рекламным решениям. Потому что вполне возможно, что вот эти маркетинговые решения, они будут опорной точкой для дальнейших роста или угроба. Для того, чтобы угробить продукт. И поэтому я, увидев одну рекламу в Твиттере или в Ютьюбе, я могу просто пойти и купить акции этой компании. Также обратно я могу пойти и продолжать свои акции. И вот есть компания, которая на данный момент решает вопрос с массовой рекламой, используя для этого один из себя всегда оправдывающих методов. Поскольку его продукт, одним словом не сказать, ну 2-3 нужно. Это фантастика, даже если у тебя 2-3. И они решили использовать вот второй вариант. Сделайте видеоролики, показывайте, что вы понимаете, почему вам это нужно, почему вам это хорошо, пользоваться нашим продуктом. И исходя из этого, поскольку я знаю, что такой подход, оно очень-очень-очень правильное. Я увеличивал свои инвестиции в этом продукте. Если в комментариях будет ясно, что вы узнали, о какой компании я говорил, следующее видео будет про мою инвестиционную модель работы с этим проектом. Да, еще есть один момент, который поздно вспомнил, но очень интересный. Хочу добавить в этот ролик. Помните ту песню, когда Санта на грузовике идет, заканчивается? Так вот, на армянском есть два слова. Вот это with с Coca-Cola. На армянском есть два слова. Это мишт и эндмишт. Так вот, если мишт значит всегда, эндмишт можно сказать как прощай. И когда та компания, которая делала перевод на армянском, поставила слово эндмишт, что получается, прощай, Coca-Cola. Спасибо большое, увидимся.